Кремль проигрывает выборы в Украине. Дутые рейтинги, боты в соцсетях, искусственные коррупционные скандалы, пирамида подкупа избирателей, российские политтехнологи – все это не помогает добавить голосов заиложенной газовой принцессе. Надувной клоун, несмотря на постоянную подкачку, сдувается на глазах. Объединение лузеров имени Гриценко тоже не оправдывает своих надежд. У Кремля остается последний ход – срыв выборов, организация мятежа. Собственно, начало мы уже видим. Видим и первых действующих лиц. Нацдружины уже объявили о Майдане с 9 марта. Неизвестные люди, называющие себя национальные дружины, одетые в форму, напоминающую униформу Беркута, и идущие под неизвестным флагом непонятные формы и цвета. Этот флаг однозначно не является украинским флагом, и стилизацией напоминает символику российских националистических организаций. Кто руководители нацдружин? Почему они скрывают свои источники финансирования от украинского народа, от имени которого выступают? К нацдружинам имеют отношения люди, связанные с организациями российских националистов. Насколько тесны эти связи? Все эти вопросы остаются без ответов. Да и вообще, любой украиноязычный человек, услышав слово «дружина», представляет себе довольно конкретное понятие. На сайте нацдружин много комментариев в их поддержку, пишут московским диалектам. Возникает вопрос, что это вообще за дружины? В последнее время в акциях нацдружин массово используются подростки, несовершеннолетние. Ими легко управлять. Они поддаются на любые деструктивные идеи. Их можно послать на любое грязное дело. В случае противостояния жертва несовершеннолетней – это большой резонанс. Ну и уголовная ответственность для них меньше. Могут делать вообще что угодно. Именно такая парамилитарная организация действовала в Киеве и Черкассах, под насколько раскрепленным предлогом «бегу с расследования» раздутым телеканалом Коломойского. Расследованием, в кавычках, слепленным из обрывков уже открытых уголовных дел, ничем не доказанной переписки и искусственной привязки действующих лиц к имени Порошенко. Эта же организация уже заявила об участии своих представителей в выборах президента в качестве наблюдателей. Более того, сделано заявление о возможном применении силы в случае осуществленных, по их мнению, нарушений. Для чего же это делается? И какие это может иметь последствия? Ну, например, запугивание избирателей, а затем снижение явки, нарушение монополии государства на применении силы, а затем общая дестабилизация. А в случае реального применения насилия на избирательных участках ставится под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Кремль и прокремлевские кандидаты смогут обвинить власть в умышленном срыве выборов. Ведь нацдружины очень настойчиво связывают с МВД и министром МВД, то есть фактически с представителями силовых структур, власти. Но это только начало раскачки. Почти уверен, что Кремль держит в рукаве дополнительные козыри, которые будут выброшены в последний момент. И еще какие-то сенсационные коррупционные скандалы, например. Все это может быть подкреплено покушениями на кандидатов, терактами, кибератаками, бешеной активизацией ботов, в том числе украиноязычных. Действиями управляемых Кремлем псевдопатриотических групп, которые уже заполонили интернет. После первого тура добавятся громкие обвинения о фальсификациях. После чего будут подтянуты дополнительные дестабилизирующие силы, псевдопатриоты, парамилитарные группировки, проплаченные митингующие, да просто полезные идиоты. Возможны провокаторы и в рядах правоохранителей. Кремль всегда осуществляет провокации с обеих сторон противостояния. Самое главное для Кремля, чтобы народ вышел. Простые люди, массово. Потому что одними провокаторами гражданскую войну не сделаешь. Нужен выход на улицы тысяч обычных людей под любым патриотическим поводом. Вот тогда появляется возможность для кровавых провокаций, для сирийского сценария. Беспорядкам, мятежам и провокациям должна противостоять нацполиция. К сожалению, министр МВД занял непонятную позицию. Делая заявление об обеспечении честных выборов, одновременно не замечает создание пирамид подкупа избирателей одной кандидатши. И бездоказательно, без расследований и проверки фактов, обвиняет другого кандидата в подкупе. Уоттергейт. И так далее. Так что неизвестно, какие команды будет давать министр МВД. Будет ли полиция реально противодействовать провокациям? А если противодействия не будет, возможны захваты админучреждений, отделений полиции и оружия. То есть повторение Донбасса-2014, декорированное патриотическими лозунгами и лозунгами борьбы с коррупцией. Репетиция попытки захвата участка уже была проведена недавно силами С-14 под совершенно надуманным предлогом. В мозги Люмпина и обывателя уже закладываются тезисы. Все они мусор. Менты не люди. То есть готовится почва для массовых столкновений народа с правоохранителями. Активно готовится искусственно созданный Майдан-3. Мы должны четко это понимать. Эти выборы – последний шанс Кремля победить в Украине. На дестабилизацию и срыв выборов, организацию третьего Майдана брошены огромные агентурные, финансовые и информационные ресурсы. Ситуация очень опасная. Мы должны выстоять, прежде всего четко понимать планы врага, хранить холодную голову, обеспечить максимальную явку на выборы, голосовать умом, не дать втянуть себя в спровоцированные Кремлем беспорядки, объяснять людям реальную опасность внутренних мятежей, не допустить противостояния народа с собственными правоохранительными органами, какие бы провокации не применялись. Понимать нужно, что министр МВД – это еще не вся полиция. Что в полиции работают такие же украинские ребята, как и мы все. Многие из которых, кстати, были в АТО, воевали, освобождали украинские города, противостояли кремлевским блокадам и редутам. Полиция обязана обеспечить общественную безопасность, четко противодействовать провокаторам, обеспечить неприкосновенность административных и правительственных учреждений и нельзя ей в этом препятствовать. Мы, украинцы, должны победить. Мы не имеем права больше покупаться на кремлевские манипуляции и провокации. Продолжение следует...